сейчас мы все узнаем про ресторанный бизнес наша паста лучшая в городе сейчас будем мыть посуду в первый же месяц уже выходит в ноль да вы вписались изначально ваш бюджет который вы себе планировали наступил какой-то момент расслабления я разочаровываю страшно здесь без жесткости никогда никак и не при каких обстоятельствах очень много ошибок которые выливания маркетинга ожидания мои были превзойдены в два раза я раскрыл главный секрет ресторана всем привет друзья ну что у нас сегодня спецвыпуск и вообще супер спецвыпуск потому что мне кажется какой раз мы в этом заведении за последнюю неделю и нам хочется еще больше здесь быть мне кажется мы стали здесь жить потому что сегодня мы отправляемся с вами потрясающее место это ресторан тротория номер пять мало того что он находится возле новопечерских липа где мы с сергеем живем мало того что его владелицы это дочка и мама наши зрительницы мало того что это безумно вкусное вообще место где мы с нашими участниками праздновали окончание этого года это еще и тот ресторан который готов поделиться опытом с нашей юлианой а сейчас мы все узнаем про ресторанный бизнес как он на самом деле наконец-то появились люди которые расскажут нам как на самом деле все это работает у них как им удалось за четыре года создать невероятную обстановку потому что мы были здесь на дне рождения ресторана и просто обалдели от того что здесь происходит здесь невероятно тепло вкусно по домашнему уютно в общем такое место с которого не хочется уходить уже за год они сказали побывала около 88 тысяч человек в этом ресторане представляете просто можно обалдеть поэтому прямо сейчас мы отправимся туда дождемся юлиану и расспросим у наших гостеприимных хозяек у ларисы и ганны как вообще сделать такой классный ресторан потому что у юлианы должен быть именно так прошли сегодня мы в тратуре номер пять где наконец-то вам расскажут все тайны как открывать ресторанный бизнес поделиться успешным опытом может быть не все владелец тратуре номер пять лариса и дочь ганна мой партнер партнер я я думаю что тут как раз слова партнер ключевое потому что когда дочь я вообще все наверное удивляются что дочь правда вы действительно это абсолютно правда первый раз сказать когда пришел на день рождения ресторана просто не успел девочки а мы сегодня пришли с андреем с юлианой во первых спасибо вам большое за это приглашение которое было так написано души мы долго собирались я долго с юлианой кстати юлиана почему-то сопротивлялась почему не так я бы нам все-таки как нас познакомили с командой которая команда нам уже в принципе диктует и нас занимает и наше время идет же на подготовку к открытии ресторана но в общем все это глупости потому что когда люди которые прошли уже ваш путь готовы поделиться опытом глупо этого не конечно мы не знаем такие очаровательные и душевные доброжелательные хозяйки ресторана мы бы сразу девочки спасибо вам за приглашение нам интересно знать все давайте подожди все вот не на вообще как пришла идея у меня просто будет интересно когда никогда человек не занимается рестораном и вдруг решающим не открытками ресторан откуда ты берется вы знаете все банально просто и очень сложно потому что не занималась рестораном это была мечта а мы очень путешествующие данная семья мы видели такие с любовью с такой открытые заведения в своей жизни гостиницы маленькие барчики не обязательно чтобы они были рекомендованы там три подвайзером или на нем мы висели и мишелиновские звезды но это было настолько всегда тут то что запомнилась до в жизни вкусно как правило очень атмосферно что захотелось вот создать какой-то остров уюта и это не красивые слова поверьте не только для наших гостей для вас теперь надеюсь наших друзей но и для себя лично потому что это очень этот бизнес он мы будем об этом говорить он очень зависим он зависим не только от окружающих тебя факторов да и всяких жизненных возможно коллизий но и тебя лично все зависит от тебя как ты к этому подойдешь насколько ты это будешь любить всем своим сердцем насколько тебе будет это интересно и если у тебя еще будут силы не останавливаться без этого никак и развиваться даже видя заполненные залы даже в понедельник в такое время если ты никогда в жизни на этом не остановится твоя ну вот и нет не дашь себе стоп и не подумаешь ну все здесь все можно заниматься чем-то другим если ты будешь так продолжать то конечно ты получишь замечательный результат мечта была получить замечательный результат давняя мечта не вдруг для этой мечты были годы работ профессии учеб самых всевозможных в том числе и для этой мечты естественно и наступил такой момент и плюс на каком-то этапе не сразу подключилась не поверила в меня ганна это очень важно было потому что в общем то я работала у меня не было ермилова меня не было куча идеи куча желания но сейчас расскажу начинал начинала можно сказать сама а из профессионалов были точно такие же аматоры как я которые почему гриф профессионалов потому что люди со мной прошли вот я вознакомилась татьяна этот путь и мы все по крупицам наверное создав можно сказать но это не нам наверное все таки оценивать себя но профессионалами стали изначально были нами привлечены люди которые я не ни одной степунды не жалею но теперь понимаю когда будет следующее заведение то естественно без этого можно будет обойтись потому что не было понимание что и как и как я буду развивать и как и с кем я буду работать и какой это будет сложный путь сколько будет резко но люди которые работают на стартапе скажем тогда они обладали больше техническими знаниями например вот элементарные вещи но сейчас это кажется смешным ты открываешься какое количество у тебя должно быть чашек где сделать окно выдачи то есть мы настолько были новичками и аматорами что мы даже не представляли ну теперь это абсолютно элементарные вещи как должно быть протестировано оборудование заявлять о себе ли в начале или от тестировать кухню как где найти того единственного шефа который станет частью не только бизнеса твоего мировоззрения и твоей идеологии а ведения до такого бизнеса где его взять вот например мы ганны тогда еще не было стани мы снимали дом это было я не знаю наверное так не делают и кстати опять вас просто процитирую сергей что когда человек абсолютно искушен в чем-то и он все знает он ничего не сможет предложить то чем можешь удивить на самом деле мы нам сегодня четыре года я могу себя читать уже ресторатором наверное потому что думаю других проектах но я вам хочу сказать я не знаю как это делают люди с именами которые у всех нас на слуху возможно и также я себе понимала это так мы сняли дом в котором была кухня и и мы предложили мы отобрали это был интернет прежде всего ну и какое-то сарафанное радио мы отобрали определенное количество людей которые могли претендовать на должность шефа мы очертили концепцию я знала что это будет италия это то что я знала абсолютно и мы предложили этим людям нас чем-то удивить возможно даже не итальянским что принципе при желании можно научиться а бывали такие ситуации когда даже два повара приезжали одновременно и на этой кухне конкурировали для того чтобы стать шефом тротории и вот таким способом мы спустя несколько месяцев мы нашли человека теперь он не здесь он пошел своим путем но мы вместе начинали стартовали огромным уважением его вспоминают прошло времени вы решили да я начинаю этим заниматься до того как ресторан открылся после то достаточно я считаю достаточно быстро после того как мы зашли просто в помещение которое было наше да мы зашли в это помещение прошло ровно полгода я думаю что это быстро ну я понимаю что когда вы все это делали открывали и я думаю после открытия еще было сделано колоссальное количество разных ошибок но это без этого никак это нормально абсолютно через это проходим какие ну допустим две-три самые там которые вы бы сказали ну вот вообще нельзя делать ну как бы самые которые вам заполнились наверное такие самые критических наверно не было раз у вас все успешно работает но тем не менее как сказать я очень рада что одна она главное что это ошибка да что она была в какой-то момент когда корабль поплыл я благодарна за то что так случилось моей жизни я не то чтобы ушла от дел нет нет естественно я здесь бывало и все но я не понимаю не было понимания того что ты должен присутствовать в каждой секунде жизни каждого человека который здесь работает каждого гостя например на шторе пятно но это просто вот по из последних последний кого до должен понять ты должен этим нас настолько жить что я была у меня не было головокружения от успехов но когда прошел месяц да и мне коллеги говорили люди которые открывали ресторан и к тому времени уже какой-то был круг знакомств мне говорили что ты не переживай если там полгода ты не будешь приносить из дому не будешь не то что домой какие-то да мечтать о каких-то доходах а ты даже у тебя будет такой момент в жизни ресторана и твоей что ты будешь допустим ту же заработную плату а штат сразу нужен у нас достаточно большой ресторан четыре зала и 330 метров и когда я поняла что в первый месяц может я ничего не принесла особого но я ничего не принесла и издам и да и с первым месяцем в первый месяц да во второй было все лучше наступил какой-то момент расслабления тут же был тут тут же была анти отдача можно так сказать поэтому мгновенно мгновенно и вопрос не в том что ты там гениален нет я же говорю о том что этим занимаюсь всего лишь четыре года вопрос в том что только люди которые наверное все таки владеют управляют если они честные достойные люди рестораном они понимают что нет ни одной мелочи никакой и что ты можешь приготовить самое вкусное там карпаччо и из целятины с фуа-гра но если его будут подавать с плохим настроением не дай бог не в свежем каком-то фартухе или просто тебе даже никто не расскажет вот спросит а что это у вас за такое блюдо у человека нет настроения допустим или ему абсолютно безразлично что съест гость то ничего и ведь и не будет только сам все от начала и до конца в общем это наш первый зал это гарная такая зона на самом деле вот то что мы говорили что очень многие моменты можно доделать по ходу дела у нас когда мы открывались например вот этого стеллажа с винами у нас его не было у нас вообще была очень небольшая винная карта в попыток спустя два года работы рестораном мы решили что нам нужно чем-то новым уделять везде и мы тут просто построили новый стеллаж мое самое любимое место в ресторане это вот эта стена с фотографиями это фотографии наших гостей наших линьеров фотографии наших бочеринок не знаю нашей команды и вот мы ее постоянно пополняем и добавляем все новые и новые фотографии вообще я в маркетинговых всех историях я слышала что это очень важно во первых показывает своих каких-то именитых гостей во вторых показывает своих постоянных гостей потому что им это тоже очень приятно в-третьих вывешивать какие-то свои рекорды кстати расскажи про вот эту ля газету потому что я немного читала слушала что это такое ля газета так называется наше сезонное меню это наше самое первое может быть не знаю самая ли она удачная но мы решили ее так повесить в рамочку чтобы запомнить в общем называется она ля газета потому что она выглядит из версты на какую собственную газету и раз где-то в сезон иногда чаще наш шеф предлагает какое-то сезонное обновление блюд и мы делаем такую сезонную меню иногда мы выбираем какие-то регионы Италии вот здесь вот была Тоскана сейчас у нас Доломитовые Альпы даже информация есть да о Тоскане да 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 придумываем какую-то информацию в этом регионе или о том какое блюдо с каким может быть вином или напитком лучше сочетается ну чтобы людям было интересно почитать класс я уже нашла номер двадцать о это сейчас да вот у меня сейчас уже двадцатая вечно мне надо что-то разломать так пряная груша лыстковая как это переводится слоеное тесто открыт ревиоль с лисичками глыва мы подшириться бетаупеньками глыва это тоже какой-то грибок это вешенки вешенки вот я перевожу всем даже много смотрят так барная стойка здесь у нас есть зал как этот зал называется это гранатовый да гранатовый у нас на стенах рисованы разные деревья и соответственно вот так вот называются наши залы вот этот зал уже кстати вы видели потому что мы в нем праздновали он выглядел по-другому правда немножко вот мне кстати очень нравится вот эти вот названия залов конечно тематические ассоциируется очень классно причем мы даже не сразу это как-то придумали мы когда начали люди бронировать там первые столики и говорили я хочу в каком-то зале мы не могли ну как-то ну конечно это уже давайте вот там гранатовый мандариновый здоровая идея супер и конечно я вам хочу сказать что может быть еще ошибкой магии было отсутствие в это всего лишь длилось полгода у нас хорошо пошли дела но отсутствие ганны не ганны не дочери а ганны которая осваивала она я вам говорила она журналист и она занимается документальным кино и в общем она не совершенно другая сфера она решила мне помочь и это было очень важно и приятно она тоже осваивала азы маркетинга хотя она имеет много достойных образований она настолько сразу профессионально зашла в соцсети и она инструменты современные инструменты маркетинга она до такой степени попала и она их так использовала что все вместе вот эти мои занавески карпаччо штат экономика и так далее смехи мы до такой степени как-то все это одно в другое проросло вот что теперь конечно сложно она партнер правда младше но если раньше можно невозможно было после первых ошибок представить себе отдых на море то теперь я абсолютно могу это себе представить потому что она вросла проросла это группа живая музыка была я вас каждый год хотел чтобы люди танцевали ну там первый год никто не танцевал второй год танцевали дети там круга пришли со взрослым в этом году наконец-то танцевали уже все гости я подумала вот если я заставила людей танцевать поэтому вот это была вторая такая я бы к этому пришла однозначно это пришла к этому это была вторая ошибка недопонимание наверное все-таки важности вот таких инструментов ящички знаете непонятно вы вдруг открываете ресторан и ваш первый же месяц уже выходите в ноль до ресторан у вас не в центре города достаточно такой тихий район откуда вас взялись вообще ну во-первых есть огромный круг знакомых у знакомых в принципе этим занималась я потом у нас мы дали какую-то рекламу нас стоял lightbox о том что мы открываемся что мы итальянские что у нас будет потрясающая домашняя еда из под ножа все было достаточно просто и что первый мы сделали просто нереальную скидку 50 процентов которая работала первый месяц и все-таки это наверное но может быть не шумный центр но это центр это перекресток локация тоже очень важно естественно как-то это каким-то образом это стало друзья или 100 рублей работая на это было не было никаких я смотрела тоже еще раз повторюсь до программу девушки которая вам помогает нас не было на предмет у нас конечно был бизнес-план мой личность и я понимала что 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 я от этого хочу не получить не только радость но и естественно ты должен это бизнес деньги должны работать они не могут просто лечь мертвым грузом в какой-то лакшери заведение и сидеть и неизвестно чего ждать поэтому нужно работать но программы по поводу захода первой группы скажем так гостей особой никакой не было а дальше все просто смотрите три составляющие только есть только три первое это вкус второе это атмосфера все-таки она наверное делит первое и второе место и третье это конечно знавая политика потому что когда человек видит классную вкусную порцию пасты за супер достойные деньги которую я сейчас полной ответственностью можем говорить там о других каких-то может быть наших новинках каких-то там экспериментах наша паста лучшая в городе это назовите нам пожалуйста стоимость на пасту вот у вас какие-то средние ну потому что и чтобы понимали наши зрители если это уже морепродукты ну то есть это в среднем это в два раза меньше на 50 процентов ну то есть это точно чем нет я про липки говорю вот я говорю про липки про рестораны липки для меня например это было тоже большим открытием когда я посмотрела на ваши цены потому что как для предпринимателя у меня это вечный шок как так можно недорого продавать ну и при этом вот но я понимаю что судя по тому какое количество у вас людей с этим вы абсолютно правильно вы бизнесмен ты сам себе даешь ставишь перед собой задачу я хочу допустим ждать там ожидать и высматривать человека на пасту за 200-250 гривен или и но это пусть проще возможно кто-то и придет а для того чтобы найти 200 гривен продать три пасты значит три раза должен это сделать повар официант я касса бар посуду помыть конечно это гораздо сложнее наоборот и деньги зарабатывать гораздо сложнее но мне кажется все таки перспективно вам удалось так оптимизировать все закупки да я вот честно говоря я находясь рядом да вот липки у меня находится я так иногда стала подкрякивать в липках потому что когда-то заходишь вечером посидеть с подружкой и ничего не съесть и оставить тысячу полторы тысячи гривен учитывая что я не пью алкоголь ну скажем так не всегда мне хочется это сделать ну будем откровенны дали зайти там с детьми на я например такой человек я люблю постоянно ходить в ресторан заведение я люблю постоянство вот и конечно момент того когда мне могут предложить классное качество классную атмосферу и за классные деньги я сергею после того когда мы у вас побывали я сергею говорю слушай ну я вообще не хочу в эти липки теперь ходить говорю постоянно заносчивое ощущение ну вот что постоянно вот-вот какой-то этот пафос она действительно давит ждут там дать девушки у нас красивые наших любимых липках вот которые тоже периодически проводят там свидания то есть для меня как атмосфера например прийти со своей семьей гораздо комфортнее и чушь греха таить приятно когда ты за это отдаешь те деньги которые абсолютно здравыми считаешь то есть ощущение мне вообще вот всегда нравилась эта модель в бизнесе когда ты платишь у тебя ощущение что ты заплатил как-то слишком мало по сравнению с тем что ты получил получил больше да но получил больше чем заплатил и это ну реально очень очень крутой формат и все таки но мне кажется таки к сожалению с нашими реалиями нашей страны на сегодняшний день на сегодня для нас это маст хэп потому что многие вещи так или иначе они перерастают некие предметы роскоши все-таки хочется чтобы твоя жизнь была мобильные классные вам это потрясающе удается у меня такой вопрос финансового характера я не хочу там цифры сильно углубляться но в процентном соотношении вы себе запланировали какой-то бизнес-план а насколько ожидания и реальность оказались совместимы давайте в процентном я вам хочу сказать все что я я не боюсь себя сглазить да потому что мы будем продолжать по-прежнему работать и все будет нормально я вам хочу сказать что может быть мы не ставили каких-то сверх задач и я опять же не знаю каковы они должны быть но спустя четыре года если говорить в процентном отношении то ожидания мои были превзойдены в два раза наши да да то есть уже понимаете что естественно я уже повторюсь да деньги должны работать и это очень большие деньги и вы прекрасно понимаете да вы это огромный риск я вот у вас не хочу вас немножечко как вам сказать немножечко успокоить что ли у вас таковая ситуация вот по нашему предварительной до беседе что помещение ваш правильно поэтому не зацикливайтесь на таблицах и бизнес-проектах когда вы должны вот эту цифру она ее же можно назвать потому что она есть предыдущих выпусках когда вы эти 500 должны как-то у хотя бы увидеть и отбить вас есть помещение сделайте сейчас вот улыбающиеся лица и поймите что только что вы нашли например 300 правильно то есть уже отбивать надо меньше то что будет вложено при конструкции безусловно а вот это отбивать надо потому что оборудование имеет износ определенный амортизация и так далее так далее куча платежей миллион платежей и же месяц посуда бьется в ресторане тратория а последняя у нас была инвентаризация здравствуйте сегодня смотрел на 12 тысяч гривен очень много было работы очень много было каких-то разочарований часто в людях очень сложные моменты это командные не моменты когда ты понимаешь что ты очень много людей вложил я имею в виду сейчас только моральные аспекты и ты хочешь чтобы они разделяли чтобы они были возле тебя они либо не разделяют либо устают либо есть масса достойных заведений в киеве и на тот момент возможно более успешных они от тебя уходят мы со всеми расставались очень хорошо но вопрос состоит в том что этих всех кто-то должен заменить ваше помещение это уже много каждый месяц не нужно будет думать об аренде вы будете вы когда начнете думать о киеве нерго водоканалах и прочим поверьте мне это это все сложно а что это за росписи у вас да кстати вот это желание когда мы праздновали рождение нашего ресторана наши гости оставляют свои пожелания какие-то я кстати покажу свое пожелание миска и нарисуйте что-то и я нарисовала то что я в детстве всегда рисовала лишь я тебя узнала как бы не сделала а вам четыре года или три четыре года нас одна потерпела украшение 4 вроде бы я поняла грамоты смотрите люди получают между прочим не просто так вот девочки так я даже пробовала делать хорошо получается это вот наши дизель и джина вот сейчас у них свадебный она положение сейчас либо она просто поела поела пиццу и пасту нравится тебе классно тебя как зовут красивое имя у тебя сколько тебе лет день рождения поздравляю тебя рождения сколько тебе лет ты снялась сколько 3 а 4 класс как мои ефки здорово совменились так это наши птички да это птички нам их подарил наш постоянный и вот они наш такой маленький символ они поют здорово с днем рождения как вы считаете возможно ли вот есть история когда люди покупают франшизу процессы построены как вы считаете очень есть на ваш взгляд какой-то вот ну допустим человек с деньгами вот он не хочет открыть ресторан но не хочет вот так вот как вы до жить жить этим рестораном он хотел бы вложить деньги и иметь свой ресторан возможно ли ему просто купить франшизу нанять там команду которая все сделает четко по бизнес-процессам и вот иметь ресторан или не стоит все равно это для меня это нет для обоих для тех кто отдает свою франшизу потому что есть какие-то репутационные вещи и для тех кто покупать но невозможно сейчас я не знаю можно купить духи из тапоги невозможно купить сейчас вот многие говорят там сколько стоит твой бизнес ну как это можно как это можно мой например он стоит столько-то а когда он станет вашим я не знаю что он вообще ничего не будет стоить или будет стоить не больше поэтому но для меня это не путь я и кстати мы недавно были в одном очень таком точно сетевой ресторан киеве мы с олей пришли и мы остались очень сильно недовольны потому что все было неправильно официант забыл что нам надо принести еще что там остыло там все сложилось все неправильно нет возможно кто-то есть успешно в этом хотя я знаю очень знаменитых рестораторов которые в других городах открывали прошли за них закрывали нам кстати тоже предлагали мы были очень этим горды своими победами доносимся но в принципе конечно я наверное больше вернись немножко но наверное все таки по-другому что ли как-то мы устроены я надеюсь и не хочет вы знаете если франшиза говорит даже если говорить о другом проекте вот нашим он у нас будет я надеюсь даст господь мира нашей украине да он у нас будет и я в этом не сомневаюсь когда вы приходи пришли к нам гости и вы будете нашими гостями я надеюсь здесь очень многие друг с знакомиться живут уже на липках очень многие уже вместе собираются и и вот одна из таких компаний это люди которые познакомились здесь стали друзьями тоже очень приятно они заходя в троторию нас поздравляя с четырехлетием они не стали ларис мы знаем что вы хотите и что что-то будет но пожалуйста можно это не будет тротория потому что сразу из нее уйдет можно там в троторию номер шесть делать или номер 19 из нее что-то уйдет вот именно троторийная ведь масса есть можно продолжать тематику европейская средиземноморская итальянская нам очень близко эта кухня да ее можно продолжать но каком-то другом контексте может быть другим контингентом потому что здесь и сложилось именно с тем о котором я мечтала я хотел чтобы наш гость был киевлянином или гостем киева человеком который имеет тот статус среднего да среднего кто заработать смог деньги для того чтобы достойно себя чувствовать как вы говорите посещать рестораны ценить какие-то вещи без всякого сомнения иметь вкус без всякого мы этого гостя получили поэтому тротория хочется чтобы она осталась с тем воздухом вот теме стоит своей куларностью атмосферностью вот как каковой она есть это тоже ответ по поводу франшиз даже если она будет например собственная это здесь надо тысячу раз подумать когда начинаются какие-то там общие кухни какие-то сети это же все теряется ну как можно если допустим у тебя сети ресторанов это паста уже она никогда не будет штучная она уже будет где-то сделано кастрюльки из таких маленьких которым мы персонально каждому готовим ступ они превращаются уже в другие и все это теряет а я вот хочу спросить гана сколько сейчас же будут все вопросы писаться я уже знаю сколько тебе сейчас лет то есть четыре года назад тебя было 23 года ты с самого начала когда ты подключилась где-то через месяца 4 сначала каково это вообще подключиться к маме видно сразу что мама естественно волевая схваткой вот видно что у тебя тоже есть свой характер и я подозреваю что все равно не все было сразу гладко и наверняка какие-то вещи происходили расскажи каково это вот вот я не работала никогда например с мамой да с родственниками существуют разные истории некоторые люди расходятся с родственниками раз и навсегда как это происходит у вас насколько вот мама давила не давила как вы друг друга ощущаете и как вот сейчас видно что вы классные партнеры это видно со стороны но расскажи нам об этом опыте ну мама изначально добилась чтобы я пришла вообще сюда работать потому что я ну как бы занималась у меня была другая работа я работала много в другой отрасли и мне ну конечно было очень интересно это меня хотела если уже что-то делать то делать ну так как я знала это должно быть мне я видела на самом деле очень много ошибок которые были плане маркетинга и какого-то продвижения вот когда открывался ресторан но мне не чувствовала в себе какой-то какого компетенции силы приходите маме говорит что должно быть так или иначе вот но мне кажется что практически сначала вот когда я все-таки согласилась и стать частью команды мне стало и до сих пор легко работать потому что я чувствую очень большое доверие потому что вот у нас есть это как бы не то что какое-то негласное правило но есть вещи в которых точно лучше разбирается мама это очевидно есть вещи в которых точно лучше разбираюсь я ну там не знаю всю моего образование или образы возраста или еще чего-то и вот в этих моментах мы никак друг друга не каждый имеет право на свое слово свое решение и в этом плане мне очень нравится даже работать с мамой потому что до этого работала я понятно как наемный сотрудник в разных местах и компаниях и как правило например предлагаешь какую-то идею и не обязательно что эту идею поддерживает не обязательно тебе скажут там вот тебе бюджет на воплощение этой идеи иногда ты просто слышишь что на человека который вообще не разобрался или не понял даже в чем заключается идея ты сразу слышишь нет случае с мамой конечно классно потому что наверное 90 905 процентов и какие-то предложения и идеи они всегда поддерживаются у меня есть такая вот свобода творчества свободы каких-то экспериментов и так далее поэтому у меня с одной стороны было наверное больше ошибок потому что когда я начинала то не сразу было понятно за что хвататься куда в каком направлении двигаться и искать людей которых вы спрашивали как их привлекать но на своих ошибках учишься и классно что есть возможность на них я раскрыл главный секрет ресторана значит когда открываешь ресторан заставляешь работать в нем своих родственников а есть заставляешь друзей какие-то рекомендации сейчас ребятам в отношении маркетинга ты бы могла дать учитывая то что вот они открываются в районе да у них пока нету конкуренции совершенно вот на что он стоит сделать акцент а ты считаешь каким образом привлекать людей лучше всего ну мне кажется что во первых вы должны думать вообще о привлечении людей о ваших каких-то путях маркетинге еще до открытия ресторана точно так же как мы уже говорили что вы должны параллельно делать там ремонт параллельно искать команду там не знаю выбирать посуду вот уже в принципе там за несколько месяцев вы можете думать о том каким образом вы будете привлекать вам гостей и мне кажется что наверное самое главное это определить то над чем вы сейчас работаете точно вашу концепцию исходя из этой концепции определить вашу целевую аудиторию или целевая аудитория если будет несколько потому что в зависимости от того кто будут эти люди которые будут к вам приходить или кого вы ну ожидаете вас увидеть вас будут разные каналы маркетинг воздействия на этих людей то есть если это например там молодежь что вам нужно уже заводить например instagram с какими-то очень визуально вкусными красивыми картинками привлекать если это например как в нашем случае это люди это такая локальная история это люди которые живут там этом районе и могут быть люди от 30 или 40 плюс то понятно что например тот же там инстаграм случае с ними уже работают недавно работа вы должны думать может быть они слушают радио могут услышать там вашу рекламу или если это район то возможно какие-то миза даже какая-то почтовая рассылка или еще что то я вот кстати недавно получила письмо по почте обычно и там было письмо от шок повара ресторана который открылся там соседнем доме например и там было прямо такое персональное письмо где он писал то что он лично меня приглашает познакомиться что мы соседи я просто читал это письмо и думала блин как это вообще ну как бы круто это настолько да сейчас такая такой круто очень приятно все сидят в интернете мы иногда забываем о том что кроме там контекстная реклама по ссылке в инстаграме можно просто кому-то реально отправить письмо интересно здесь наша окно святая да и вот наша прекрасный любимый шеф как раз следит за тем чтобы все было красиво здравствуйте артем чего тут вы даете вкусненького все вкусненько я могу открыть рот можете мне забрасывать прямо сейчас зайдем с другой стороны хорошо хорошо а это это что такое это подсказки это вот сейчас у нас новое сезонное меню и здесь есть описание что что это за блюдо что там его стоимость а это для кого подсказка для тех кто на вытащи или для официантов и для тех кто на вытащи для официантов то есть официант когда он берет блюдо он должен быть уверен что оно соответствует тому как это изначально задумывалось поэтому это да обоих посылок слушай а мне всегда интересен вопрос вот когда вы обучаете официантов они проходят дегустацию обязательно едят блюда правда да мы сначала делаем дегустацию там наши администраторы я мама ну в общем администрация и потом когда мы уже утверждаем меню какие блюда точно будут тогда мы делаем еще одну проработку на которые официанты обязательно пробуют потому что часто спрашивают что самое вкусненькое что вы посоветуете они естественно должны знать слушай а вот по поводу того что официанты не всегда записывают блюда и у меня бывают такие ситуации когда официант забывает блюдо вообще что я его заказала что крайне вообще разочаровывает или он его путает ну или ты например просто чтобы тебе дали его там без перца или еще с чем-то вот как над такими вещами работают вообще ну у нас на самом деле практически ничего они не записывают они вам покладывают очень хорошую память но я не знаю что сказать потому что у нас очень редко бывают какие-то жалобы на это то есть тут все на память официанта полагается ну они каждый решают если есть официант который он не уверен в том что он запомнит то он записывает мне кажется надо какие-то чипы вживлять я иногда готова у меня называется операция убить официанта когда я что-то очень жду ты понимаешь что он забыл тебя было такое ну было пару раз официанты вообще обучаются как обучение их проходит они ну как так нам приходит понятно они проходят определенные какой-то мастер мы их спрашиваем на предмет того если какой-то опыт знают ли они уже вообще итальянскую скушку и потом да есть определенный период например неделя за которой официант он еще не официант а он помощник официанта то есть он не принимает заказы но он например убирает там грязную посуду может что-то помочь поднести официанту и за этой неделе он полностью улучшит меню все меню которые есть он знакомится с внешним видом блюд и потом сдает экзамен по результату которого он вот из помощника становится уже полноценным официантом прикольно а официанты получают зарплату или живут на чаевых? они получают зарплату они получают ключевые и в нашем случае с целью мотивации они получают так же процент от от того количества до которого они продают делают заказ? нет не от того который они не продают а вообще процент от прибыли ресторана они получают хорошую мотивацию а как часто меняются у вас официанты? ну я бы не сказала что очень часто но да вот мы уже об этом говорили что это к сожалению такая проблема этой может быть сферы потому что очень многие люди не расценивают эту работу серьезно а есть те кто расценивают есть такие кто с вами долго? да есть те которые с нами долго они почти все уже стали либо администраторами либо старшими официантами они растут класс мне просто да это интересно было ну пойдем покажешь нам как туда попасть простите у меня родилась идея пока я ее не забыла я просто подумала о том что Юлиана она на самом деле является жительницей района в котором они открываются и Юлиана состоит в группах сейчас очень много групп где жители района и так далее то есть есть выход на целевую аудиторию я подумала о том что инстаграм классная идея открыть не с блюдами а открыть его сейчас и рассказывать людям о том что ресторан уже строится подогревать эту историю рассказывать о названиях о том что мы делаем показывать элементы стройки тогда люди будут с этим жить и это уже будет как раз да они будут уже этого ждать они будут об этом рассказывать им будет уже интересно посмотреть мало того можно делать все эти вовлечения очень классные просить людей проголосовать какой вам стул нравится этот или этот да я немножко это делаю сейчас им это очень интересно во первых они чувствуют что от их мнения да как вообще будет дальше работать наш бизнес во вторых они потом приходят проверить попробовать и это очень классно онлайн работает в ресторанном бизнесе онлайн ну там инстаграм сайта работает вообще как канал привлечения он работает но опять таки это зависит от аудитории в нашем случае вот наверное процентов 70 гостей это наши я думаю как будет у вас это наши постоянные гости и у нас есть понятное дело странички в социальных сетях но сейчас они нам нужны больше для того чтобы как бы держать связь поддерживать обратную связь сообщать о каких-то там информирования проектов да там о каких-то новинках или там событиях мероприятиях но поскольку мы знаем что наши гости это как бы основной костяк постоянных людей то мы большую часть нашего маркетингового бюджета тратим на то чтобы уделять их чем-то новым и классным уже в ресторане то есть сделать какое-то новое управление залов или какую-то классную фотозону или там не знаю просто какие-то подарки в честь там какого-то праздника или какую-то музыку да или что-то а маркетинг вот я так услышал что больше тратите на то чтобы их тут уже удивить когда они уже тут пришли не чтобы где-то там найти опять же это все параллельно да ну это учитывший ресторан работает 4 года мне вот кажется я не знаю я же люблю в собственной гениальности еще купаться но мне кажется что момент как раз того чтобы сейчас я просто подумала если бы я делала ресторан рассказывать и готовить людей мало того потом сделать тестовый режим для жильцов уже вот это представляешь какой кайф мне всегда за кулисья страшно интересно может быть потому что я ребенок шоу-бизнеса это вот всегда как за кадром это происходит то есть такое ощущение потом что ты творец у нас есть несколько заготовок просто я их не могу озвучивать но у нас у тебя пора их уже применять потому что у них знаете какая следующая цель в начале когда они к нам пришли у них была цель к новому году открыться сейчас 8 марта у нас на носу то есть это условные эти вот даты открытия ну не пугай давай уже давай будем как-то держать марку давай все-таки 8 марта а то мы так всем расскажем к следующему новому году пусть это будет сюрпризом давай будем пока придерживаться 8 марта да ну что там маленький совет не надо вам 8 марта все уедут из города и когда будете праздновать 3-4-5 лет вашего ресторана никто не придет на вечеринку выберите какое-то число без праздников какие у вас есть вопросы может быть такие которые вас сейчас интересуют да есть один вопрос очень такой у нас наболевший например вы вписались изначально в ваш бюджет который вы себе планировали или у вас были дополнительные ну вы знаете я вам хочу сказать здесь наверное может быть это исключительный случай просто жизненный опыт работа в крупных компаниях и руководителем и там строительство собственного дома например и так далее это все это же все опыт ну конечно да это все опыт конечно все это те крупицы из которых формируется и характер а характер это судьба как известно да поэтому я вам хочу сказать что мы уложились если вы говорите сейчас если я правильно вас поняла о реконструкции какие-то были может быть какие-то отклонения какие-то поэтапные ну в принципе мы выложились а можете ну если нельзя то не надо вообще сумму здесь 330 квадратных вы это помещение купили сколько стоит открыть допустить ну давайте я вам так скажу что примерно допустим метраж у нас одинаков примерно это такая же сумма такая же сумма ну если помещение в собственность будем брать тут уже там не важно способы получения этих ресурсов там кредитные это деньги или нет если допустим это не имеет значения но в принципе сумма ну в принципе да где-то пол гривен полумиллиона долларов надо чтобы открыть ресторан ну вы понимаете очень много всего можно доделать уже по ходу ну да по ходу развития конечно если например у вас там в дизайн проекте нарисованы какие-то там особенно красивые какие-то зеркала или там еще что-то то это ну совершенно не означает что прямо в первый день у вас это уже все должно быть и там самая дорогая лучшая посуда мы до сих пор вот очень много всего меняем и доделываем и переделываем безусловно но здесь есть такой момент здесь есть такая грань по которой надо пройти когда откроются двери у вас сто процентов должно быть уютно возможно Ганя говорит вот эту беседку дорисовали кстати известные художники допустим маслины маслины были нарисованы а здесь просто был беленький зальчик но круглый стол уже имел востребуемость но в любом случае когда вы откроете двери у вас сто процентов должно быть вкусно и у вас должен быть уют а потом уже эту скатерть уже триста раз поменяна вместо вместе с этой шторой и по сути по своему и по цвету но изначально конечно люди должны сказать боже как уютно ведь у нас подвал и иногда вот гости говорят что мы об этом забываем потому что вообще не ощущается конечно же такая вот атмосфера может быть этих цветов залы называются оливковый гранатовый мандариновый у нас поют птицы дай бог им здоровья вообще непонятным способом они поют и многие думают что мы включаем какое-то радио потому что подвал опять же видите вот окна вот это все наше естественное освещение ну это наш самый большой зал оливковый нарисованы оливковые деревья на стенах такой самый наверное торжественный зал в конце которого есть вот у нас отдельная зона где мы с вами сидели мы называем ее виноградная беседка покажи ее чтобы было понятно как эта зона выглядит да это мы как в беседке вообще сидели да 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 мы вас снимаем сложилось очень уютное такое впечатление да эта беседка очень классная для каких-то винных например дегустаций ой вот чего-то с разного с вином то конечно виноградная роспись очень всегда в тем и играющий рояль да если у нас 6 дней в неделю вот играющего музыка иногда вот пианино иногда так так а скажите пожалуйста а чья такая была концепция вот так вот расписать красиво стены вот так вот мамы мама душу вложила потому что хотела ну вот точно говоришь что это подвал но очень хотелось чтобы оно как-то уютно выгляделось чтобы было ощущение нет ассоциация с подвалом точно а вот ассоциация вроде в рощах в разных пребываем здорово так ну очень хочется попасть в святую из святых сейчас будем мыть посуду можно покушать можно покушать здравствуйте мы тут теперь с этой стороны да здравствуйте здрасте не тесно вам уютно все так по процессам красиво да здорово все хорошо все нормально все хорошо ножи острые чистые мы сказали сюда мы пришли в этот ресторан здесь уже была кухня потому что до этого был другой ресторан в этом помещении у нас еще не было возможности что-то поменять но у вас нет холодильников на кухне то они находятся в другом месте в другом месте а один да есть ну понятно на другом месте а на сколько вы запасаетесь продуктами на три дня на два на три вот такие идеи то есть запасик какой то есть на пару дней да а как часто сталкиваетесь с тем что закончилось что-то ну прижить убывает без этого конечно никак ну но практически никогда не знаю что да мне нас будет страшно поэтому ничего не надо закончить я разочаровываюсь страшно вплоть до слез и ухожу вообще так вот если прихожу за любимым блюдом для меня это жесточайшее разочарование я почти что умираю в этот момент у нас такое было недавно три блюда заказали подряд в одном ресторане получившим много там разных регалий и три нет да я с вами говорила что вы должны мыслить с точки зрения потребителя что вы меня тоже что-то ужасно расстраивает поэтому не стоп-меню не было ничего просто ну давайте выйдем с кухни это у меня же неудобно да у нас есть еще один кусочек а давай посмотрим здравствуйте мы к вам равиульки здравствуйте это разделочный да у вас такой это разделочный цепь здесь еще вот у нас стоит пицца-печь мы делаем пиццу и да изначально у нас этой части кухни не было здесь были в общем другие помещения но когда мы стали расширяться у нас стало намного больше гостей и на кухне стало реально тесно то мы решили мы приняли вот такой вообще божественный запах я с детства люблю сырые пельмени а я уже рука почти что делается я не знаю почему-то люблю сырое мясо это нормально? ну нормально да я тебе веду ну что я люблю сырое мясо а это хорошо для вашего характера да это нормально заводит страшно вот как раз пицца подоспела и лечение ой красивенькая кака конечно мы всегда все будем понятно мы будем ты будешь пробовать пиццу? ну итерианская итерианская конечно жаль ну конечно если дают еду ее надо есть ну нельзя да это плохая примета понятно правда? будем знать мы с Ганечкой конечно ездим подсматриваем мы просто бесконечно часто пользуемся в хорошем смысле чужим опытом это совершенно не стыдно не стыдно я вам рассказывала хозяине очень крутого ресторана в Ницце который выносил угощал черешнями да фруктами да мы это увидели и мы внедрили вот когда сезон фруктовый сезон в Украине и мы же такая благодатная в этом смысле страна но почему бы не сделать человека который там может быть загрустил сам пришел или не сам или из компании почему ему не сделать не вынести этот ящичек и не угостить его вот у нас с июля допустим по ноябрь действует такая это даже не акция и не комплименты вы представляете если допустим здесь 350 человек часть из которых дети в день пообедала поужинала и они должны прийти домой с хорошим настроением они должны прийти будучи стытыми и довольными и самое главное они должны быть здоровыми это же ну это ответственность честно говоря были какие-то вещи которые потом уже пришли и может быть слава богу потому что я человек решительный но наверное не до такой степени может быть они бы меня в какой-то степени и отпугнули знаете вот конечно важно вот плечо партнер у нас такого не возможности выключить мобильный телефон когда персонал 40 минимум человек и партнер и управляющие которые отвечают переживают и тех же 300 гостей в день телефон не может быть выключен никогда это тоже надо понимать это то с чего я начинала то есть несмотря на то что у вас есть управляющие рестораном все равно вы все время здесь все время занимаетесь конечно любой бизнес это как наш ребенок и вот что бы нам не говорили делать прививку или не делать пускать в школу когда он чихает или пускать в школу если там был карантин и мальчик из соседнего класса болел корио кто бы что нам и не говорил многие родители говорят как вы посоветуете это твой ребенок твоя ответственность и наша задача собирать слушать слышать но помнить что ответственность всегда лежит на нас так или иначе поэтому очень важно и очень классно что есть Вика этим опытом что есть дизайнер есть еще но так или иначе что бы не получилось ответственность результаты на вас поэтому вы собираете через себя это прогоняете потому что все равно выход всегда идёт через хозяина с дляими и чтобы красивые или неправильные вещи бы не говорили, вы все равно главный фильтр. То, что выйдет на исходе, это ваш ребенок. Вот это ты должна очень четко для себя понять. И владелец бизнеса, вот из моего опыта, это всегда первый человек, который все контролирует, что бы ему кто ни говорил, что бы ему кто ни рассказывал. Ты все равно за это вы платите во всех смыслах, и вы отвечаете за то, что вы получите. Вот и все. Давайте все-таки о любимом моем вопросе, о характере, проявлении характера, жесткости. Где это необходимо, где это было у вас? Если ты чувствуешь и себя оцениваешь, да, и есть определенный возраст, как человека справедливого, то это необходимо практически абсолютно во всех сферах жизни такого предприятия и всегда. Потому что, но только в том случае, если ты не ждешь там, что какая-то волшебная палочка или волшебник, ты придешь утром на работу, ты открываешь дверь, должно быть все идеально, все не идеально, ты на всех срываешься и толку никакого. Но если ты чувствуешь в себе страх потерять, например, такой пример, одного из лучших закупщиков, судя даже не по нашему, по тем заведениям, извините, где он работал, если ты понимаешь, что ты чувствуешь в себе страх его потерять, но ты еще больший страх, чувствуешь, что сегодня, допустим, каре ягненка, оно не будет плохим, потому что это лучший закупщик, но оно будет чуть-чуть не таким, каким оно было вчера. И самое главное, это отразиться на гости. Вот если ты найдешь эту грань, что здесь ты должен проявить жесткость, ты должен что сделать? Ты должен вернуть это каре ему, а он каким-то способом его должен вернуть, допустим, на рынок или куда-то. Ну как здесь? Здесь без жесткости никогда, никак и ни при каких обстоятельствах. Но тем не менее нужно всегда быть человеком смотивированным. Я очень просто люблю людей, это мне, наверное, по наследству, от моих родителей передалось, Богу слава. И поэтому стараюсь, конечно, я живой человек, и всякое бывает, никогда не стесняюсь, например, принести свои извинения. В общем, мы как хороший и злой полицейский. Вот очень странно, хотя я вроде как такая... То есть ты плохой полицейский? Как ни странно, да. Я вот когда прихожу в ресторан, я иногда вижу, как люди просто вот разбегаются, персонал там, например. Или я подхожу, и меня вот сразу администратор говорит, а мы сейчас это переставим или уберем. Я думаю, я бы не думала, оно и так нормально стоит. И я, с одной стороны, вот мне как-то иногда обидно, я думаю, вот мамы так все любят, а я захожу и там в слезах убегают. А с другой стороны, я думаю, ну, пускай, наверное, лучше так, но я, по крайней мере, буду знать, что они там точно поставили как надо, убрали, может, где-то там с каким-то лишним... Персонал должен бояться немножко. Ну, он может бояться, наверное. Персонал, знаете что, он не должен бояться. Он должен знать, что с этим руководителем или с этими руководителями никогда не будет по-другому. И персонал должен для себя сделать этот выбор. И не расслабляться. И если он не его сделал, то, может быть, как Ганя говорит, ну, может, там не любят, но я чувствую какое-то уважение в свой адрес, со стороны. Итак, мы бы хотели сегодня сделать небольшую, как всегда, уже по доброй традиции, как нравится, как всегда, только недавно начала, но как будто бы уже всю жизнь. Хотели бы сделать ставочку и обратить ваше внимание на самые главные вещи, которые, как нам показалось, в этом выпуске прозвучали. И не смотрите на то, что мы в закрытых позах, у нас тут просто холодно, холодно. А в Украине дорогой газ. Ну, пришлите нам, пожалуйста, немножко. Так вот, я не знаю, обратили вы или нет, но мы с Сергеем точно обратили на это внимание, потому что сами с этим живем. Ну, первый раз мы столкнулись с этим где-то лет 7, наверное, назад, и загорелись этой идеей. Эта идея, которая сейчас почему-то вот именно в этом году очень стала широко транслироваться и очень сильно продвигаться. Эта идея называется, знаете как, выйди из бизнеса или сделай так, чтобы твой бизнес работал без тебя на полном автомате. А я тебе объясню, потому что товарищи бизнес-тренеры, вот, они сейчас уже все очень плохо продается у них, и поэтому они ищут именно то, что будет самой большой приманкой. Ну, а каждому, каждому лопушку из нас так хочется поверить в эту иллюзию, что можно... Люди же как раньше, помнишь, уходили с работы для того, чтобы переставать работать, а делать бизнес. Они-то наивные не понимали, что они идут как раз в самую огромную работу, где нету отпуска, где нету ничего стабильного, нету зарплаты. Никто тебе не платит зарплату, да, все деньги твои. Вот, все, что намел. И, конечно, нас это с Сергеем очень сильно улыбало, потому что даже среди участников нашего шоу, конечно, которые молодцы и обучаются, мы слышим вот эти иллюзии. Мне, кстати, всегда было сейчас забавно наблюдать, что они уходят обучаться не у нас, ты заметил? Угу, да. Вот, потому что мы с тобой не транслируем такие сладкие идеи. Мы такие праведные. Но давайте вернемся к тому, что сказала Лариса. Смотрите, она много всего говорила, но самое главное ее послание было, занимайся, если ты владелец бизнеса, ты не можешь не заниматься своим бизнесом. Ты должен 360, 360, ты должен 24 часа в сутки заниматься своим бизнесом, думать о нем, все время быть в нем. И, несмотря на то, что у нее там в ресторане, как она сказала, порядка 40 человек персонала, есть управляющий рестораном, шеф-повар и так далее, то есть полный комплект персонала, тем не менее она сама лично каждый день приходит и с утра до вечера занимается. Если она видит где-то пятнышко на шторе или еще какие-то вещи, которые персонал не замечает, потому что это не их бизнес, она всем этим занимается. Устанис, она, да, несмотря на то, что есть управляющий, она все равно стоит над бизнесом, она все время наблюдает за ним, и она все время занимается улучшением своего бизнеса. И думаете, что дело не в пятнышке абсолютно, дело в энергии, дело в том, что персонал это чувствует, персонал не расслабляется, дело в том, что она энергетически постоянно этим живет и подпитывает свой бизнес. Вы часто спрашиваете, где брать силы, где брать энергию, почему от них получается, почему не получается. Почему вы, мать вашу, смотрите меня, и вы говорите, стыдно потом становится, что вчера пришла Маша, которая была вроде хуже, чем я, а завтра Маша стала лучше. И вот эта энергия, это то, что мы очень сильно хотим объяснить, но не можем объяснить. Но это то, что влияет в результате на конечный продукт. Я буквально недавно написала статью в Инстаграме, я надеюсь, что вы читаете, тоже полезный контент там, по поводу того, что лучшим маркетологом вашего бизнеса можете быть только вы. Лучшим стратегом, идеологом. Никто и никогда не придумывает за вас какую-то стратегию. Мы сейчас не рассматриваем большие компании, где все уже работает совершенно по-другому, потому что уже проработано десятилетиями. И все изначально взросшено на умах, силах и энергии этих людей. Только вы сами можете определять то, каким будет ваш бренд, сами наделять его чем-то и сами жить этим. И когда я слышу о том, что мы хотим заниматься YouTube-каналом, как частью нашего бизнеса, это смешно. Это смешно, потому что частью бизнеса YouTube-канал быть не может, если вы хотите его по-настоящему развивать и делать так, чтобы у вас не просто вы покупали просмотры, накручивали, да ради бога, это вы знаете сейчас, как девочек на окружной. Мы говорим о настоящем, о том, что называется по любви, чтобы вас смотрели, чтобы вас хотели. Мы круглосуточно, например, если говорить о нас, думаем о своем контенте, думаем о том, что вам давать, думать о том, как сделать так, чтобы вы не просто смотрели, а чтобы у вас была большая ценность, чтобы вы выбирали нас среди всех остальных. И мы сегодня не говорим о просто бизнес-ютюберах, о тех YouTube-каналах, где есть бизнес. Нет, вы смотрите очень много всего разного. Вы смотрите клипы, вы смотрите фильмы, вы смотрите какой-то развлекательный контент. Котиков. Котиков. И мы сегодня конкурируем с ними, с котиками. Мы сегодня хотим, чтобы вы не просто нас смотрели, чтобы вы не думали над тем, кого бы нам посмотреть, чтобы вы шли к нам, потому что знали, что вы получите нечто гораздо более ценное, что вас где-то взорвет, что сейчас, когда идут каникулы, а у вас сейчас каникулы, Новый год, что сейчас вы не сможете просто так сидеть и думать, ну сейчас две недели я буду втыкать, нифига. Пока другие люди втыкают, думайте, стратегически работайте над бизнесом, думайте о том, какую ценность вы дадите, думайте, как сделать лучше, думайте, какой повод придумать, думайте о том, что завтра вы повесите в своем инстаграм, а послезавтра в своем магазине, каким будет ваше сезонное меню летнее, хотя сейчас еще только зима. Только таким образом ваш бизнес сможет выжить и стать тем особенным местом, площадкой или продуктом, за который люди будут идти именно к вам. Тогда вам не надо будет соревноваться между просто ресторанами. Вот девушка мне откоментила буквально несколько часов назад, что, ну забавно вы говорите, что надо выделять свою целевую аудиторию. Я вот белье нижнее продаю. Каждый носит нижнее белье. Так бы можно было сказать Ларисе. Лариса, расслабься. Каждый ест в этом мире. Три раза в день. Три раза в день, а некоторые пять, а некоторые восемь, а некоторые постоянно. На самом деле конкуренция ведь не в этом. И предприниматель это прекрасно понимает. Я хочу, чтобы вам всегда было мало. Мало клиентов, мало чеков, мало денег, мало любви, мало признания. Не просто мало, а чтобы чем больше этого становилось, тем больше вам этого хотелось. Найдите себе то дело, которое будет вас жечь. Мы специально не встраивали всю биографию Ларисы, а она у нее шикарнейшая. Это человек, который такой self-made. Он постоянно над собой работал. Она не жена богатого мужа, на нее это не свалилось. Это человек, который прошел колоссальную школу. Но она настолько любит это. Вот эта вот любовь, она необъяснима. И я знаю, что Лариса будет смотреть этот выпуск. И какая-то совершенно фантастический человек по своей энергетике. И вы должны прийти в ресторан для того, чтобы вообще это понять. Что вот любить настолько свое дело, это величайшее счастье и величайший талант, как мне кажется. Когда вот они встретились друг с другом. Дело, Лариса, дочь, клиенты. Это мега. Я вот хочу немножко, ну не то, чтобы поправить, дополнить твое. Охладить мой пыл и сделать этот контент более приземленным. Смотрите, ну это не означает, что не нужны бизнес-процессы, там регламенты, инструкции и так далее. Все это нужно, все это должно быть. Все это хорошо. Но вы должны понимать, что как бы вы все не расписали на бизнес-процессы, как бы вы все хорошо не упаковали в систему, как только вы выйдете из своего бизнеса, у вас все начнет умирать. Вот это вот, я вам точно говорю, неспроста. Посмотрите на самых богатых людей мира, на самых там олигархов. Они все стоят в своих бизнесах, они постоянно ими занимаются. Они никуда оттуда не уходят. Это иллюзия того, что они этим не занимаются. Просто иллюзия. И вы должны это понимать. И мало того, я хочу сказать самое главное. Не надо идти в тот бизнес и вообще в принципе в бизнес, если вы не хотите работать. Вот просто поверьте, ищите какие-то другие способы. Потому что в бизнес идут на самом деле, и успешными бизнесменами становятся не те люди, которые не хотят работать, а те люди, которым по кайфу, которым нравится. Я писала в своей книге как раз критерии у таких классных предпринимателей. Это люди, которые постоянно хотят. Это люди, которые приезжают на отдых и лежат с ноутбуками и телефонами не потому, что они несчастные, а потому что для них, блин, это кайфово, это пруха. В этом жизнь. Нету жизни в том, чтобы лежать овощем. Нету жизни в том, чтобы сидеть и ни черта не делать. Вот это все иллюзия. И поэтому главное в этом заключается еще и то, что не верьте, что все можно автоматизировать. Не верьте в то, что вас кто-то может научить сделать бизнес супер успешным. Мы можем дать вам формулы, мы можем дать вам какие-то очень правильные вещи. Бизнесу нужно учиться, особенно у людей, запомните это главное правило, чей бизнес вам нравится. Это очень важно. Но вы всегда должны им жить и вы должны заниматься именно тем делом, от которого у вас буквально все сводит. Я только что перечитывала список целей, которые я поставила на 2018 год и смеялась. Я поняла, что я больше не буду повторять эту ошибку и писать какое-то бесконечное количество целей, часть из которых просто высосана из пальца и заключается в том, чтобы что-то купить. Я поняла, что есть только одна цель, которая движет нами. У каждого она своя и наша задача ее найти. Все остальное это маленькие блага, это какие-то хотелки, это какие-то желания. Но счастливый человек тот, который понимает, зачем он просыпается каждое утро, которому по кайфу просыпаться каждое утро и который твердо убежден, что сегодня или завтра, в этом году или в каком-то другом, через сто лет, да черти знает когда, он обязательно получит то, чего он хочет, то, к чему он идет, потому что дорогу всегда осилит идущий. И не всегда нужны эти сроки, срочно, туда, сюда, а иначе я повешу свою машину, разорву свою силиконовую грудь, обляпываю все своими силиконовыми губами или накачаю себе рот с ним. Расслабьтесь. Самое главное, вы должны найти то, чем вы хотите заниматься и в чем вы хотите быть лучшим, первым для тех людей, для которых вы будете работать. Посмотрите, как она любит свой ресторан, как она любит своих гостей, все, что ее окружает, с любовью. И гости это чувствуют, туда люди идут все время. И я даю вам стопроцентную гарантию, что если вы придете к ней, увидите ее, просто подойдете и обнимете, она поймет. Она поймет, она вас обнимет и не будет задавать вам никаких вопросов. И я искренне желаю, чтобы ресторан «Юлианы» как минимум обладал подобным магнетизмом, не таким же, такое же не надо повторять, это неповторимо, каждый должен находить свое. И я хочу, чтобы сегодня, когда вы посмотрели этот выпуск, когда вы услышали только что мой словесный фонтан, эмоциональный, вас тоже где-то это зацепило. Вы бросили этот тазик с оливье, хоре жрать, пошли красивенько, отжались, покачали прессик, открыли ноутбук и все остальное вы прекрасно знаете, у меня тут висят таблички, но любимый ютюб за это баня. Я еще могу сказать тем, кто не согласен, ну, есть же люди, которые не согласны и говорят… Не пишите это в комментариях, потому что вас просто загрызут. Да напишите, напишите. Я вам даже дам рекомендацию, кто не согласен, знаете, есть такая замечательная книга, Тимоти Феррис написал, очень популярная книга, «Как работать 4 часа в неделю», что-то такое. Можете ее почитать и, в принципе, там полно рекомендаций, как работать 4 часа в неделю всего и последовать, посмотрите, что получится. Я думаю, что это самое лучшее руководство по тому, чтобы разориться. Можете попробовать. А после того, когда у вас ничего не получится, нашкрябайте денежек и приходите на наше бизнес-шоу, потому что у нас люди встречаются с другими прекрасными людьми, у нас приходят вдохновения, у нас приходят классные крутые мысли. И самое главное, что есть мы с Сергеем, которые, может быть, не самым простым путем вас ведут, но однозначно самым честным. И я точно могу сказать, что каждый, кто готов с нами работать, получит самые лучшие результаты. И я за это готова отвечать, потому что я живу своим делом 25 часов в сутки, потому что родилась я 25 июля, и убеждена, что 25 – это со мной навсегда. Пошли работать. Пошли работать. Пошли работать. Пошли работать. Пошли работать. Привет, Анна Кита. Спасибо. Вот все-таки нравится мне снимать наши такие выпуски в ресторанах, потому что скоро Оля не будет лазить в кадр. Но он этого стоит, потому что сегодня, по-моему, получился очень классный, душевный, замечательный выпуск. Я от души вам советую прийти сюда, и можно даже не есть. Можно немножко расслабиться, пообщаться, а потом все-таки обязательно поесть, потому что тут не только так душевно, но и очень вкусно. И я в очередной раз счастлива, что нас смотрят такие потрясающие, замечательные люди. Я уверена, что этот выпуск вам точно понравился. Обязательно напишите нам свои комментарии, насколько вам сегодня зашли те люди, которые создали такой прекрасный ресторан. Чему вы у них научились, что вы услышали, и что самое главное взяли для себя. Ну, а за самый классный такой комментарий я обещаю договориться для вас за вкусное угощение, чтобы вы пришли сюда и почувствовали себя как дома. И, может быть, встретились со мной, потому что я теперь наверняка буду здесь часто. Всем приятного аппетита! Ну, и не забывайте подписаться на наш канал, потому что у нас только самые лучшие люди. Субтитры сделал DimaTorzok